Теперь у нас есть «Поинт» и «Приветствия». Мы остаемся на том, что показали предмет, и вы встречаетесь практически ежедневно с дневными студентами. Я думаю, что это уже хорошая практика. Я думаю, что показываю сплоченную работу разных институтов власти. Вот мы, чтобы не обманывать, в прошлый четвер, полтора часа здесь заседали вместе с Майей, с Англией, с Гречаной, с Настацией, с Другими. В пятницу с утра 8, в понедельник вчера с 8 до 9.30, и сегодня с 8 до 9.00. Получается, каждый день. То есть только последние 5-6 дней мы практически каждый день встречаемся, общаемся, обсуждаем повествование парламента и так далее. Я думаю, что это хороший пример. Это так должно работать и правительство, и парламент, и президент. В этом зале, когда мы проводились на прямом эфире, мы не были. Для наших друзей из «Одноклассников» в социальной сети это зал, дорогие друзья, это зал, в котором принималась и подписывалась декларация о независимости Республики Майя. Именно в этом зале проводились первые заседания парламента до 1992-1993 года, и после этого они перешли в тот зал другой. Мы решили здесь ничего не менять, мы сделали только немножко ремонт, но остались те же кресла, где сидели первые депутаты. Мы планируем, мы этот зал показываем в рамках экскурсии, мы планируем на будущее поставить там экран и сюда организовывать для школьников и для студентов, кто хотят экскурсии, здесь показывать фильмы про новейшую или историю Молдовы последних 660 лет. Вот этот зал для этого и останется, и для каких-то заседаний. Я думаю, что его не нужно менять, надо оставлять в том же формате, потому что это историческая ценность. Другого такого зала нет. Давайте в следующий раз мы поднимемся на крышу. В этот раз нет. Здесь в радостью. На крыше это, да. Здесь можно подняться. Ребята, привет. Осторожно приветствуем. Где? Здесь можно подняться. Здесь можно подняться. Здесь можно подняться. Здесь можно подняться. Ну, я думаю, с той стороны. Это тоже, как я понимаю, часть вашей библиотеки. Ну, не нашей, здесь она всегда была такая библиотека. Просто мы дополняем, мы дополняем книжками и подарками, которые нам, ну, сувениры продают президенту. Большинство хранятся здесь. Давайте. О! Нас там уже ждут. У нас прибавление в прямом и переносном смысле. Вот здесь сувениры продают. Здесь тоже сувениры продают. Здесь тоже сувениры продают. Здесь тоже сувениры продают. Нужно поменять, но времени нет. О! Вон и сделал. Нужно поменять вот не было возможности. Хотели меня оставить одного. Я зашимался от семью в руках. Ну, ну. Ваши армии. А шами со спуском. У меня одна классика, шапи приветствует. Шапи поинт МД. Вопросы было касаемо ситуации, которая произошла у нас в июне в Республике. кто по-разному спрашивал как это работает что что происходило все бегают мы можем продолжить все работает расскажите пожалуйста если можно как-то в хронологию что что происходило к чему пришла пришла республика молдова что у нас изменилось потому что люди писали раз разные из из того что они писали понятно что не все до конца им ясно это я как понимаю большинство людей которые задавал вопросы они из диаспоры они не находятся в молдове так объясним четко что было понятно но я уверен что все которые задают эти вопросы знают что последние три года у власти молдове был выходник но кто-то говорит три года это говорит 10 кто-то говорит больше но ясно одно что то что произошло в июне я сейчас более детально остановлюсь можно разделить период новейшей истории до 8 июня и после 8 что у нас было до 8 ну кроме того что были правительства демократической партии раньше альянса за европейскую интеграцию там филат стрелец габорич не все это помнят последние три года полнота власти в молдове было демократической партии который получил 17 процентов на выборы 2014 года контролировала всю исполнительную и законодательную власть была очень большая надежда что 24 февраля на выборах парламентских ситуация поменяется но ситуация не поменялась то есть не было одной партии который получила бы большинство было несколько попыток переговоров которые я инициировал в течение марта апреля мая то что сформировать какое-то парламентское большинство изначально нам было понятно что связываться с демократами с плакатником для партии социалистов для президента до смерти подобных политических потому что все которые с ними связались они сейчас находятся на политическом кладбище поэтому последний день когда можно было по закону по конституции избрать правительство мы договорились с правыми партиями с правыми с маясом и с андреем астаса и создали парламентское большинство это стало полной неожиданностью для плакатника он был уверен что он всех перехитрил был уверен что он пойдет на досрочные парламентские выборы и уже была подготовлена сценария что при досрочных парламентских выборах они бы сняли факту социалистов выборов и я думаю что есть президента разобрались и отдали бы эти голоса другим спойлерам на левом фланге с которыми плохотник сформировал бы большинство его задача была стать премьер-министром он понял что эта задача невозможна ни с одним ни с правыми ни с левыми и он не добился поэтому 8 июня мы приняли решение рискнули никто не был уверен что у нас получится и мы создали парламентское большинство это напротив здания парламента там все это происходило вокруг здания были полицейские мы без света нам отключили микрофон и мы целый день с утра где-то с 12 00 до 9 10 вечера мы успели избрать председателя парламента премьер-министра правительства принять еще несколько законов и появилась новая власть могу эту власть конечно демократическая партия не признала более того они через конституционный суд приняли решение конституционного суда что это попытка узурпации власти со стороны президента и этих депутатов были заведены тогда уголовные дела на всех депутатов на президента и так далее просто им не был дан ход но в субботу вечером 8 июня были такие планы но благодаря поддержке внутри страны потому что эту власть поддерживает и сейчас более 70-80 процентов населения и консолидированной поддержки внешних партнеров впервые россия европа в сша выступили единым фронтом поддержку этой власти лохотнюку видим парке пришлось признать свое поражение признать новую власть и объявить о том что они уходят из власти после этого они уехали или сбежали или улетели непонятно все по-разному все по-разному попытались отсюда побыстрее некоторые уехали и начиная практически с 14 или с 15 июня в молдове появилась новая власть которая поддерживает большинство граждан республики молдова поэтому до 8 июня была одна ситуация сейчас после 8 это новый исторический этап для республики молдова в который мы ступили все смотрят на новые правительства на новую власть надежды все ждут конечно результата мы об этом сегодня поговорим что именно ждут чего мы добились чего мы не добились но народ ждет народ ждет крови не не прямом смысле тоже ждет чтобы те которые были власти до сих пор и которые не мы знаем участие во всех схемах до сих пор чтобы они были привлечены к ответственности и кстати сегодня был сделан первый шаг это направление сегодня парламент предложил президенту нового исполняющего обязанности генерального прокурора и я думаю что задача перед новым генеральным прокурором хотя он не исполняющий обязанности очень четко понятная должен разобраться с тремя вещами это кража миллиарда и все данные есть и крол 1 и крол 2 и все есть и комиссия парламентская работает нужно уже непосредственно открывать уголовные дела и двигаться побыстрее а второе нужно разобраться с узурпацией власти со стороны демократической партии что было в начале июня и третье обязательно нужно расследовать все схемы коррупции контрабанды которые мы уже выявили я хочу сказать что по этим схемам которые мы только вы на данном этапе демократическая руководство демократической партии собирала в месяц дань неофициально около сорока миллионов в месяц это разные схемы это коррупционные схемы это и тот янтарь который через молдову переправлялся несколькими партами в месяц это и контрабанда сигарет и так далее так далее и энергетикой мы с этим сейчас всем разбираемся не просто но результаты есть схемы мы практически все остановили принципиальная договоренность что ни в коем случае не должно позволять этим схемам чтобы кто-то их возобновил если будем ловить будем давать по рукам деньги должны прийти в бюджет а 40 миллионов евро в месяц это почти 1 миллиард лень в месяц умножьте на 12 12 миллиардов лень в год что-то такое можно было увеличить ну минимум на 50 процентов пенсии всем пенсиям это серьезные которые уходили в теневую и собирали да и у кого тут две секунды перед тем как за вопрос тут люди пишут хотел бы спросить у наших коллег все ли нормально с трансляциями или можем можем на секунду остановиться почему у вас как нормально или то же самое то же самое может сделать работает вот самая хорошая техника по им делами чем сейчас рекламу а ваша тихо что за техник ну смотрите я вашем движении выскажите две секунды давай тогда никита останови на секунду трансляцию я думаю нас поймут все мы перекрываем и все эти деньги должны придти бюджет принципиальная позиция мы не для этого рисковали даже жизнь мы рисковали в начале июния признате там же были у нас была информация четко заказном на актере на мое имя на мою семью угали семью и так далее мы рисковали всем для того чтобы молдове была другая ситуация для того что было до 8 июня поэтому здесь будем работать слаженно президент премьер-спикер для того чтобы ситуацию поменять и она уже меняться но что вдруг происходит с пациентами которые им implementать эти схемы эти схемы или в коруптии о чем я имею в виду уже в нема руса омени и стеапти и не дай-нурти когда они сказали когда они будут получать на правительство для того чтобы Продолжение следует... 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 Или, как раньше, человек, который был более качественным бизнесом, то сначала его берут и ставят в пушкарии. Я не знаю, почему. Я сейчас, когда я общаюсь с людьми, у нас есть конструкция медицина, и медицинские, по-моему, очень рады, когда люди не знакомы. Они находятся в спортсмене, и они находятся в спортсмене. Я говорю, можно вам пожать эту руку? Это причина. Ну, за то, что вы могли, единственное, смогли все-таки Плохотнюка заставить, чтобы он ушел со власти. Я говорю, никто уже не верил, никто уже не верил, что Плохотнюка можно скинуть. Я говорю, можно вам пожать эту руку за то, что вы проявили вот этот акт героизма? Я не считаю себя герой. Там история расценит. Но я думаю, что это было очень важно. Это было с тем, что, когда бизнесменники спрашивают и сказали, «Всё, да, как это стоит бизнес?» В первых финале я не верил, и они спрашивают, «Да, не будет». А, не будет. Они стоят в форсмаку, они стоят в форсмаку, которые обычно учатся, и после этого они учатся, и они не будут помениться, если они не хотят, и не будут учатся. И с помощью этого они у них начали. И в форсмаку им в форсмаку, И при этом, в Форсмаку, в Молдову не надо, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше Дальше Субтитры создавал DimaTorzok Дальше Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше Продолжение следует... 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 Что мы делаем? Даже если построить там другой стадион, земля не наша, надо думать, что делать. На уровне правительства я знаю, что сейчас ведутся очень серьезные анализы и переговоры по этому процессу. Как только они закончат, мы, конечно, тоже займемся этими вопросами. Но я думаю, что это будет не скоро. Пока что это государственная земля. Часть. Но третья, как я уже говорил, уже там разными схемами. Не с сегодняшнего дня. Последние 10-15 лет этим занимаются разные бизнесмены. И просто эту землю по-разному отчуждать. Грустно. Но реально. Но реально, да. Вопрос по поводу запрета российских телеканалов. В частности, спрашивают про Россия-24. Было недавнее интервью, как я понял, кидали ссылку на ТАСС, что спикер парламента Зиногречен сказал, что спора времени парламент проголосует и вернут трансляцию. Российских телеканалов, что человек должен сам выбирать, что он смотрит. Ну, мы изначально выступали против того, чтобы заставлять людей смотреть то, что хотят политики. Ну, что произошло в новом году? Нас всех заставили смотреть то, что демократы, там, Дохотнюки и другие считали, что нам нужно смотреть. Надо дать возможность людям смотреть все, что они хотят. Поэтому, конечно, мы были изначально против, и мы будем добиваться пересмотра законодательства. Реально ли это в нынешнем парламенте с нынешними партиями? Будем вести переговоры, потому что там разные позиции есть. Нужно 51 голос для этого. Но желание социалистов и президента вернуть российские каналы и снять ограничения для всех. Нам надо для всех снять ограничения. Для Запада, для Востока. Пусть люди сами на кнопке выбирают, что они хотят смотреть. Мы будем настаивать для того, чтобы поменять законодательство. Я думаю, что этими вопросами наши коллеги из парламента плотно займутся осенью. Кстати, по работе парламента было очень много вопросов, что они выходят в отпуск и так далее. Давайте объясним. Все будут работать. Просто по Конституции 31 июля заканчивается сессия парламентская. И они обязаны закрыть ее, они ее завтра закроют. Потому что так по Конституции. Но в августе все возвращаются обратно. Если не будет 3-4-5 дней, сколько максимум. И начинается заседание парламента с 12 августа. Это уже экстрадинарные, неочередные заседания парламента, которые нужно проводить. Потому что нужно принимать кучу законов. Там и бюджет, и много-много всего. И социальных очень много вопросов, которые нужно принимать. Поэтому депутатам, ну, они так много и не работают. Успеют еще отдохнуть. Надо возвращаться в августе и начинать плотно заниматься работой, которую ждут все граждане республики. Включая снятие иммунитета некоторых депутатов, которые были вовлечены во все эти схемы. И все их фамилии есть в Кроле. И не только в Кроле. И в документах, которые есть там у прокурора, который он до сих пор держал под своим стулом, чтобы никто их не видел. Сидел, наверное, на этих документах. К этим тоже нужно разбираться. И нужно, чтобы следующий в РИО прокурор, исполняющий обязанности, пришел в парламент. Если он посчитает нужным. Я считаю, что там, наверное, наверняка есть повод для того, чтобы снять иммунитет депутатов. Вот всеми этими вопросами, если успеет завтра, пусть завтра приходит. Если нет, то в августе обязательно нужно эти вопросы поднимать. Поэтому работу будет очень много. То, что вы сказали, что люди просят, так называемых, в кавычках, жаждут какой-то справедливости, то до сентября мы эту справедливость можем даже вынести. А я думаю, что это начнется буквально на следующие дни. Как у нас будет руководство ЧНЯ, НАЦ, это Национальный антикоррупционный центр. И у нас уже появился новый исполняющий обязанностный прокурор. Я думаю, что процесс будет двигаться очень быстро. Очень быстро. И это нужно сделать. Потому что иначе люди не понимают, вот они нас сейчас смотрят, и они правы. Они спрашивают, ребята, вы уже полтора месяца власти. Все знают, что эти ребята до сих пор узурпировали власть, что занимались беззаконием. Вы сами говорите, вы показываете схему. Вот Дуд говорил, 40 миллионов евро собирали в месяц. Почему никто не сидит? Вопрос правильный. И мы этот вопрос, я этот вопрос задавал прокуратуре. Бывшему генеральному прокурору Харунжи, исполняющему обязанности, я спрашиваю, ребята, вот все есть. Почему нет уголовного дела? Мяукали только. Поэтому пришлось поменять законы, чтобы поставить другой исполняющий обязанностный прокурор. А как по-другому? Если мы это не сделаем, народ через определенный момент скажет, так вы не сделаете, потому что вы все эти схемы взяли под себя. Потому что это все нужно сделать. И это будет. Я вам скажу, это будет. И это будет дыржащий день. Это очень важный вопрос. 24 августа мы будем отмечать 75 лет освобождение Молдовы. Предусмотрим очень серьезный план мероприятий. Мы в течение этого года уже провели сотни акций. Но непосредственно к этой дате мы планируем несколько крупных мероприятий. Во-первых, будет очень большое мероприятие под эгидой президента в Шерпенах. Мы там организуем серьезные массовые мероприятия с участием ветеранов, тысячи людей, тысячи людей. Поэтому я всех приглашаю. Это будет 24 августа в 10-11 утра на Шерпенах. Во-вторых, мы запланировали открытие ряда уже неизвестных, важных мемориальных комплексов. Они есть и по территории, по районам. Но важный, к примеру, памятник Кишиневе. Это памятник освобождения Кишинева. Тут находится напротив Академии наук. Наверное, Кишиневцы заметили, что его активно реставрируют в последнюю неделю. По партистику уже заканчивают. Мы официально откроем этот памятник, который не реставрировали. За годы независимости его точно никто капитально не реставрировал. Под эгидой президента я взял этот вопрос на контроль, и мы его сейчас реставрируем и будем открывать. Возможно, с участием наших гостей из-за рубежа. Я пригласил на это мероприятие Валентину Ивановну Матвеенко. Надеюсь, что она приедет. И третий, конечно, будет праздничный концерт. Я уже объявлял об этом. На центральной площади Кишинева мы пригласили, кроме всех наших артистов, будет очень хорошее мероприятие. Будет российская певица Вайна. Будет праздничный салют, праздничный концерт для того, чтобы люди праздновали. Кроме этого, мы планируем снять документальный фильм, сейчас уже заканчивается, про освобождение Молдовы. Нам дали доступ в архивах СССР. И у нас есть уникальный кадр. Мы покажем этот фильм 23-24 августа. Мы выставим военную технику на центральную площадь. И будут и разные коллекции. Интересно, чтобы до сих пор были только в музеях национальной армии и других музеях. Это будет на центральную площадь для того, чтобы люди смогли с ними ознакомиться. Поэтому будет хороший праздник. Ну, как День Победы. 75 лет. Это большая, хорошая годовщина. Дублирует здесь несколько раз уже девушка-женщина вопрос. Когда решится проблема жилья приглашенному в страну главному дирижеру президентского оркестра Леониду Вознюк? Ну, вот, наверное, это родственник главного дирижера. Они были и у меня. Мы ищем возможность для того, чтобы эту проблему решить. Уже есть у нас, наконец-то, нормальный министр обороны, новый министр обороны, Войт Павел, член нашей команды. Перед ним тоже поставлена эта задача. Будем искать возможность решить. Вы как раз упомянули, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу еще раз, задавали вопрос касаемо нового министра обороны. Его встречи в России, как-то она прошла так масштабно, очень тепло, как показалось, по крайней мере, по кадрам приняли нашего министра. Давно, мягко говоря, не был министр обороны Республики Молдова, не встречался с своим коллегой из Российской Федерации. Ну, насколько я помню, последние 10-15 лет таких встреч на уровне министра обороны и министра обороны Молдовы и России. Это было официальное приглашение со стороны господина Шайгу. Министр обороны Молдовы Павел Гольфа со мной согласовал. Этот официальный рабочий визит, конечно, мы ему позволили. Я думаю, что это правильно. Нам есть о чем говорить. Мы нейтральная страна, конечно, но это не означает, что мы не должны общаться и сотрудничать со всеми. И на Западе, и на Востоке. Войп, кстати, был визитом рабочим из Соединенных Штатов. Вот эта сбалансированная позиция из Запада, из Востока, я думаю, что самая правильная. Возможно, на каком-то этапе министр уже докладывал, он пригласил министра Шайгу посетить Молдову. Может быть, на какой-то этапе у него будет время приедет нам. Может быть, на какой-то событии связан с празднованием дня победы. И не посмотрим какие-то мероприятия. Добавил Голдову Павел Голдову Павел Голдову. Продолжение следует... Мы получаем 4.000 лей, чуть-чуть, но все остается в спорте, потому что у нас есть в бюджетном статусе. Это важно. Мы начинали проект Капиталу Матер, Капиталу Фоминии. Аккуратно, в компоненте Эхипии Президенциальной, мы имеем специалисты очень хорошие в мире социальных. Доборовьяна Виорика, который является одним из самых лучших специалистов в этом мире. Сейчас мы делаем более деталяно все, что это проектов. Есть еще одна информация интернационная, мы хотим бы сделать дополнительное сопоставление, для нашего первого и третьего и третьего. Например, в проекте у нас есть привозят, что для нашего первого и третьего и третьего и третьего и третьего. Это проектов, который мы начинали, как инициатива президенциала, в месяц и октябре. В этом случае мы начали проектов, как инициатива президения 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 президения. Это для каждого и третьего и третьего и третьего и третьего и третьего. Прислали коллеги небольшую статистику, уже 150 тысяч человек наше взаимодействовало. нашим эфиром посмотрели до добро пожаловать да мы двигаемся двигаемся дальше уже половина нашего прямого эфира прошло виктор кушнир спрашивает господин президент скажите про с каких пор анта будет издеваться на досками фирмами автоперевозчика в плане выдачи дозволов на россию вместо того чтобы урожай вывезли своими машинами то из-за отсутствия дозволов опять в нашей стране будут работа перевозчики россии и белоруссия мы будем стоять давайте объясним всем на смотр о чем идет речь для того чтобы наш транспорт наш форум смогли перевозить те кто заместили могу свои товары свою продукцию наши производители чтобы смогли это не доставлен в россию они покупают свой то чтобы этот транспорт доехал до россии нужно иметь дозвол так называемый чем то есть какой-то документ который тебе позволяет на своей машине товар туда вывозить эти дозволы нужны как для украины есть процедура так и для россии по украине вопрос был решен наши депутаты обратились к премьеру премьеру если была на украине эти проблемы решили по россии эти дозволы заканчивается буквально на последней моей встрече с козаком этот вопрос обсуждали знаете две недели десять дней назад был россии мы этот вопрос обсуждали и есть договоренность что до конца этого месяца до середины августа этот вопрос будет решен и будут эти дозволы переданы молдавской страны это первая часть и старая часть до сих пор все эти разрешения дозволы продавались через разные схемы они ничего не стоит бумажку не просто взять и отдать стоимость там несколько десятков лет но они продавали по полторы две тысячи это был отдельный бизнес выставляете пять тысяч дозволов по полторы тысячи евро это семь с половиной миллиона евро кто-то собирал из бывшей власти за эти чем мы поставили задачу я говорил уже с министром экономики потому что они сейчас ответственны за транспорт чтобы никаких этих схем больше не было меня заверят что их больше не будет поэтому как только мы получим эти разрешения страны россии думаю что они transparent нам будут выдаваться нашим перевозчикам домов и прешедине лидия гэра а ретинерили din salarii сут фарте мари 12% импозитul ника ирина европа не сута ассаларии михи и ассаларии михи и ассаларии мари вврое 8% медицина ассалари 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 динут 4.000 демут 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 В первую очередь, на зарплаты 4.000 лея, это неимпозит минимум. Нужно осуществить контрабленность, потому что мы пробовали в прошлом году о модификации в институте фискале для того, чтобы не было зарплаты на зарплаты. То есть 12%. В других странах, это гораздо более маленький на зарплаты. Мы уверены, что мы уверены, что ни разу большинства для зарплаты для зарплаты, только для зарплаты, которые получают зарплаты, например, 400-500.000 лея. Это нужно, чтобы зарплаты зарплаты, и для зарплаты зарплаты, и для обычных людей, 99% из них не будет зарплаты. Мы должны проверить свои зарплаты, социальные и медицинские. Я думаю, что мы будем делать все в этом смысле. И если мы говорим о медицине, что это очень важно, мы платим эти импозиты в Каса Национальной Ассигурировой Медикальной, в бюджетах, в бюджетах медицинской облигации, поэтому нужно известных радиусы, и доставьте Медиката한테 ответы, что необходимо 995-100.000.000.000.000.000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000». Мы не имеем кадры медицинские. Многие люди приходят из РФ. Мы профессиональные. Мы имеем лица от каких-то миллионов медицинских в РФ. И если мы не смешиваем ситуацию здесь, на капитале саларизации для медицинских, мы остаемся без специалистов в секторе медицинских. И так же, как и в других доменах, где мы имеем комфортный дефицит, например, профессор, мы имеем каких-то миллионов профессор в РФ. Майлесон Сателе. Майлесон локалитации. Вопрос следующего характера. Вы как раз недавно, буквально недели, на этой неделе говорили об инициативах, которые будут предприняты от президентуры, что пойдет очень много законопроектов социальной направленности. Если возможно, немного раскрыть скобки, рассказать о том, что это будет, кого это коснется и как это будет выглядеть. Я коротко объясню так, чтобы было понятно. Если мы говорим о социальных инициативах, потому что есть экономические, есть социальные. Для того, чтобы применять социальные, потому что там рост зарплат, и так далее, пенсии, нужно сначала экономические тоже разобраться. Потому что нам нужно откуда-то деньги взять. Мы не можем брать деньги в кредит от МВФ, либо от других доноров и платить за счет этих денег зарплату. Мы должны создать условия, чтобы мы заработали, чтобы было побольше предприятий, чтобы эти предприятия платили налоги, и за счет этих налогов мы проводили социальную политику. Поэтому я провел в течение последних двух недель очень много встреч с представителями бизнеса. Я считаю, что те, которые остаются в стране, или те, которые приходят иностранные инвесторы и создают здесь рабочие места, мы должны сделать все возможное из наилучших условий. Идти им навстречу. Не делать другие налоги, либо повышать налоги. Не ставить им десятки контролев, начиная от налоговой службы, заканчивая непонятно кем. Им нужно создать условия, чтобы люди здесь работали, открывали рабочие места. Вот для этого мы сейчас разрабатываем целый пакет мер. Мы понимаем, что есть там очень серьезные споры по поводу роста некоторых налогов для бизнеса, то, что у нас ставят АБ. Наверное, я слышу. Но я хочу, чтобы вы знали мою позицию, чтобы бизнес тоже услышал. Я считаю, что в первую очередь это интересы наших людей. Не интересы наших доноров, партнеров. Интересы наших людей. И если нужно будет садиться и разговаривать опять с МВР, всемирным банком, это нужно делать. И правительство должно это делать. И в первую очередь ставить интересы наших людей простых, которые получают зарплату пенсии, и интересы бизнеса, который должен платить налоги. Поэтому, когда сейчас говорят о повышении НДС, например, для ресторанов и так далее, с 10 до 20, у нас здесь неоднозначная позиция внутри правящего большинства. Мы считаем, что не надо торопиться. Люди только начали выходить из тени. Люди начали платить налоги. Вчера был опубликован отчет по росту ВВП за первый квартал этого года. Один из самых больших ростов – это как раз вот этот сектор. То есть в прошлом году им снизили налоги, они начали выходить из тени. Они начали платить налоги. И сейчас все это хотят закрыть. Здесь нужно быть общим внимательным. Теперь по социальным вещам. Есть четыре принципиально важных. Новых инициатив, которые будут исходить от президента. Первое – это индексация пенсии два раза в год. Сейчас индексация пенсии проходит только один раз в год – 1 апреля. Инициатива президента, наша инициатива – это чтобы было и 1 апреля, и 1 октября. Кстати, сегодня были первые публичные слушания. Мои советники Ион Кику и Виорико Дубровянов встречались с профсоюзами и обсуждали этот проект. Мы нашли и деньги. Откуда? Можете спросить, откуда деньги? Для того, чтобы это увеличить. И мы будем настаивать, что в этом году этот законопроект был рассмотрен парламентом и чтобы был принят. Как инициатива президента. Второе – это тоже касается пенсионеров. Объясню. Гарантированную пенсию, которую должен получать пенсионер либо его наследники, как минимум 3 или 5 лет после выхода на пенсию. Что это означает? Мы с вами работаем всю жизнь. Мы платим налоги. Пенсионный фонд. Мы поднимем налоги. Вот это социальный. В надежде, что выйдем на пенсию и будем получать какую-то пенсию. К сожалению, происходит так, что человек либо не успел прожить, либо не должен. Ну аж унесла пенсию. Ну аж унесла пенсия. Или он вышел на пенсию и, к сожалению, сразу ушел из жизни. Но он же эти деньги копил, платил это его деньги. Мы считаем, что нужно, и это будет справедливо, чтобы предусмотреть закон, что определенный период 3 года или 5 лет гарантированно эту пенсию получал либо второй член семьи, супруг, супруга, тоже пенсионерный пенсионер, либо наследники. Этот законопроект мы тоже разрабатываем сейчас и будем вести публичные консультации в ближайшие недели. Третье, это то, что мы говорили, материнский капитал. Кстати, есть очень хороший опыт в Венгрии сейчас. Они назвали его «Бэби – это суппорт страны государства». Наш хороший знакомый, премьер-министр Венгрии, Орбан, вышел с этой инициативы и понял, что если не будет поощрять, стимулировать со стороны государства создание семей, рождение детей внутри страны, то страна в перспективе может исчезать. Поэтому они приняли такой закон. Они тоже гарантируют определенную выплату при рождении детей, но эту выплату могут взять семьи либо дети по сечении какого-то периода. И дали госгарантии подать. Дали даже гособлигации, которые он может продать, купить и так далее. Очень интересный механизм. Сейчас мы его дорабатываем для того, чтобы предложить в ближайшее время. И четвертое – это значительная помощь малоимущим слоям населения в период отопительного сезона. Это четвертая инициатива президента. Это четвертая инициатива. Это четвертая инициатива. Это четвертая инициатива. Это четвертая инициатива. Иван Штубов, мы вспомним, что будет осуществление в nhiة какого-то контенту. Я не могу сказать вам, что это предмет. Вы также рассчитывали наук в том, чтобы монетарх и переговорах. И если бы вам приходили, то есть инициатива президента. Это, конечно же, инициатива президента. И на тот же официальный инициативе выглядели. И на тот же момент этот парламент. Мы сразу будем serious fing треть сезонет. – Если вы не возражаете, господин президент, несколько вопросов с фейсбука cross point это люди негодуют что вопросы их никто не читает что они просто смотрят вот первый вопрос никита соколов задал вопрос по поводу молдавского спорта профессионально как вы оцениваете развитие на сегодняшний день если у него вообще у молдавского спорта будущее что надо сделать для того чтобы у нас он развивал нас отличный спортсмен я даже сегодня вручал некоторые награды нашим спортсменам которые участвовали в соревнованиях там между университетами берут первое место золотые медали буквально две недели назад вернулись наши ребята с европейской олимпиады из минска тоже очень хороший результат и завтра тоже будут с кем-то встречаться у нас очень хороший спортсмен и знаете честь и хвала им чтобы при такой поддержке со стороны государства очень маленькой мизерной они чего добиваются результат это нужно пересматривать я знаю что мои коллеги парламенте работает над новым законом о спорте где нужно дать возможность получить даже какие-то льготы для бизнеса который финансирует там во всех странах то есть что если финансирует какой-то процент из прибыли дают на развитие спорта кто-то не учитывается при налоговложении то есть освобождается есть разные инструменты мы должны их принять потому что государство денег на поддержке спорта я сам знаю федерации шахмат например я президент шахматной федерации страны государства помощь очень-очень и если мы не поменяем политику но мы к сожалению теряем и будем дальше терять наших спортсменов то что они тренируются сами без поддержки серьезно стран государства потом где-то выступает их замечает на международных соревнованиях им приходится просто уходить они не хотят они патриотов большинство свои но они не получают должной поддержки стране поэтому этот вопрос на контроле и у меня и моих коллег из парламентской фракции социалистов и мы этот закон обязательно тут валерий евгений задал в продолжение вопрос по поводу олимпийского комитета нашего что там тоже бардак да и будут если в планах у вас навести ли у правительства навести там порядок потому что уже много лет ничего не сдвигается тут пишут что до спортсменов не доходят во первых я думаю что нужно разобраться со всеми этими обвинениями которые прозвучали ли официальные на петицию и конечно очень детально анализируем поэтому соответствующие государственные органы которые должны проводить эти анализы проверки должны отрицать это первое если там есть нарушение то конечно нужно наказать тех которые допустили эти нарушения если нужно менять руководство олимпийского комитета давайте его менять и пусть они но то сами спортсмены должны решать наша роль государства разобраться в нарушениях и фейсбука слава запольский спрашивает планируете ли вы и будет ли вообще в молодой введена уголовная ответственность за между на разжигание межнациональной розни я уже говорил на прошлой неделе что я бы мы подготовили законопроект о привлечении к ответственности за продвижение нацизма это они не тот же вопрос но я хотел привести как пример у нас есть тем более в год великой победы от освобождения молодого я думаю что с таким инициативой то что касается разжигания мы с удовольствием готовы рассмотреть эту инициативу я дам поручение своим советникам чтобы они посмотрели какой опыт из других стран и будем конечно это разрабатывать и готовы в оборудовании а 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 и а а а а У нас есть новая профессиональная в функции этой агентства. Эта агентства очень важна, потому что в целом они будут концентрированы все эти сервисы. Дисконцентрирование на территории и так далее. Нужно выбрать новую агентство. В частности, в частности, они будут регулировать все эти институты. Я надеюсь, что это будет происходить в следующем сентябре. И вы будете выбирать новый шеф? Нужно выбрать новый шеф. И новый шеф должен быть регулировать. У нас факт применить сообщение для кого-то. Он новый директор. Давайте плавно у нас подходит к завершению. Объединим все в один блок. Местные выборы и все, что этим связано. Каким образом будут проходить местные выборы? Потому что есть еще выборы по округам. Некоторые депутаты теперь занимают другие функции. То есть премьер-министр, министр внутренних дел. Когда будут и как будут проводиться выборы на округах? И что происходит с местным выбором? В Кишиневу вернемся отдельно. В Кишиневу не затрагиваем. В Кишиневу пока не трогаем, да. 20 октября в Молдове будут и местные выборы. И с учетом того, что некоторые депутаты, которые были избраны по округам, приняли решение сложить свой мандат, будут выборы досрочные парламентские по четырем округам на данный момент. Какие четыре округа? Это диаспора из Европейского союза. Там была избрана Майя Санду. Она стала премьер-министром. И не может быть и премьер-министром, и депутатом. Поэтому она сложила мандат. Там будут выборы. Это выборы в пригородах Тишинева, где победил Андрей Настас. Там нужно опять выборы проводить, потому что Андрей Настас стал членом правительства. Это округ по Приднестровью, Южный округ, где был избран по этому округу. Тоже сложил мандат. И там будут досрочные парламентские. И сегодня сложил мандат Плохотнюк. Там тоже будут досрочные парламентские выборы. Как они будут проводиться? Они будут проводиться по той системе, которая была 24 февраля. Поэтому, скорее всего, 20 октября у нас появятся 4 новых депутата. От каких партий, как, время покажет. Но я думаю, что точно не будет роста фракции демократической. Я не исключаю, что может быть плюс один депутат у партии социалистов. Я не исключаю, у них есть хорошие шансы, как минимум по Приднестровскому региону. И я думаю, что может быть плюс один депутат у Блока ОКУ. Потому что я думаю, что в Неспаренах у них тоже очень хорошие шансы. Потому что это центральная революция. То, что касается местных выборов, они пройдут в этот же день. Я считаю, что это правильно. Не надо терять и тратить деньги. Два раза на выборы. Нужно проводить выборы в один день. Сейчас активно все партии занимаются тем, что выбирают кандидатов, которые будут баллотироваться на должности. Мэров, советников и так далее. Я знаю, что социалисты тоже очень активно работают. Мы эти вопросы обсуждали. Я думаю, что у социалистов самые большие шансы занять первое место на этих местах. Я думаю, что они победят. А теперь сейчас перейдем к Кишиневу. Тут просто в Фейсбуке человек просто не может отправлять вопрос. Дмитрий зовут человека. Что будет с аэропортом и Air Moldova? Тут просто капслоком. Нужно возвращать государство. И аэропорт, и Air Moldova. Есть парламентская комиссия. Там наши коллеги Влад Батронча и другие. Мы вот общались на днях в этой теме. Я думаю, что в сентябре эта комиссия закончилась работа. И она должна предложить правительство расторнуть договор о консесии аэропорта. Расторнуть договор о приватизации Air Moldova. Потому что там есть проблемы. И вернуть эти активы государству. И точка. Других вариантов не должно быть. Су надеюсь, Дмитрий теперь спокойно. Домна Алла, вопрос. Почему инвалиды не имеют пахеты социальные? Деши, они тоже получают вопросы. Они получают вопросы социальные. Да. Я думаю, что это тот инициативный пакет. Битвы в Кишиневе. Назовем ее так. Хотя я надеюсь, что в этом году выборы будут немного по другим критериям. Более профессиональным люди будут выбирать. А не как было до этого. Как вы видите ситуацию в столице? Что будет? Как будет? Как два кандидата этих, о которых уже, мне кажется, уже все говорят. С одной стороны это Иван Чубан, с другой стороны Анастасия. Ни один, ни другой еще свою кандидатуру официально не выставил на выборы. Но на сегодняшний день на каких-то 70-80% понятно, что один и второй пойдет на местные выборы. Я бы не был так уверен на 70-80% насчет одного и второго и боя кандидата. Я уверен на 70-80-90% больше, что со стороны левого фланга социалистов, скорее всего, будет Чубаневым. Конечно, официальное решение будет принято партией социалистов туда ближе, в середине августа. Но, скорее всего, это будет Чубаневым, потому что лучше него проблемы Кишинева никто не знает. Последние четыре года вместе же в одной франции занимались всеми этими проблемами. Я ему сказал, что если он думает, что он будет расслабляться в кресле вице-спикера парламента, то не получится. Говорю, хватит. Хотя там не расслабляйся, у него работы тоже очень много, он следит за многими вещами, не организовывает, он очень активный у нас. Я ему сказал, что ты должен вернуться в Кишнев и победить, стать мэром Кишнева и навести порядок с учетом того профессионализма, который он владеет. Что касается кандидата справа, я спрашиваю, кто ваш кандидат. Я говорю, Андрей, ты пойдешь? Они еще не решили. Они думают, они рассматривают варианты. Поэтому они, конечно, примут решение, какой-то кандидат будет от Блока Куни. Все понимают, что основные кандидаты будут эти два. Чабанова слева от партии социалистов и других левых партий. Я думаю, что там будет консолидированная оппозиция некоторых партий. И с права будет кандидат от Блока Куни. Борьба будет между этими двумя кандидатами. Я уже предлагал, для того, чтобы эта борьба не затронула парламентское большинство и правительство, нам не нужно, чтобы какие-то, не дай бог, политические войны в Кишневе привели к разрушению вот этой коалиции и отставки правительств. Нам это не нужно. Поэтому я предложил, это мое предложение, чтобы договориться на берегу. Перед началом кампании эти два кандидата должны встретиться, провести совместную пресс-конференцию, пожать друг другу, сказать, что мы не будем заниматься там грязной кампанией и так далее. Для нас задача решить проблему кишневца. И пусть профессионалисты впервые за многие годы, не геополитика, не русские танки. Опять пытается говорить про русские танки. Слушайте, но это уже только один человек, он обиженный. Не плахатник сегодня про русские танки. Ничего, двое. Я не про это, бывшего, потому что шансы нет. Но пытается опять геополитика. Не будет геополитика в этом году, будет профессионализм. Пусть народ выбирает. У нас вопрос касаемо будет ли повышение цен на газ и свет. Люди переживают, что правительство, которое ушло, упугало всех, что если что-то изменится, автоматически будут подняты тарифы на все, что возможно только в нашей стране. Мы сделаем все возможное для того, чтобы тарифы были увеличены. Но я думаю, что мы сделаем все возможное с нашей стороны, для того, чтобы население не пострадало. Вы знаете, что по газу об этом мы говорили. Повторюсь еще раз, мы ведем переговоры с российской стороной для того, чтобы получить скидку уже с 1 сентября, чтобы у нас не было повышения тарифов. Мы работаем в этом направлении. По электроэнергии тоже есть определенные идеи. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы население не пострадало. Вопрос тоже он звучал по поводу Гагаузии. Там прошли выборы. Выиграла Ирина Влах. Снова с первого тура все получилось с рекордным процентом. Да, с рекордным процентом. И что сейчас там происходит? Некоторые во обсуждение говорили, что там развивается регион лучше, чем вся остальная наша республика. Что такими темпами идут? Ну, во-первых, потому что у них очень грамотные руководители. И потому что вот там... Помните, мы с вами говорили про президентскую форму правления? Да. Когда президент отвечает и за исполнительную власть. Так вот, в Гагаузии президентская форма правления. У них не президент Башкан, но руководитель автономии, он является и премьер-министром автономии. И вот есть вертикаль. И когда есть правильный, хороший профессионал, менеджер, который может это все организовать, а Ирина Влаг оказалась очень хорошим руководителем. Вот все развивается. Несмотря на то, что их парламент, народное собрание Гагаузии пыталось блокировать деятельность Башкана, ничего не получилось. Поэтому регион очень хорошо развивается. Я думаю, что в ближайшее время там будет и другой консенсум в народном собрании Гагаузии. Потому что до сих пор было большинство депутатов, которые были в продемократической партии, они пытались блокировать Башкан. Я думаю, что там будет другое большинство, которое будет работать вместе с Башканом. Я думаю, что это правильно. Вопрос от Оксаны Григорицы из Фейсбука. По поводу туризма в Молдове. Что с ним происходит? Почему привели тут пример Грузии? Что в Грузии буквально за два года туризм расцвел и собственно страна тоже расцвела. Что у нас в Молдове? Будут ли изменения? Потому что Грузия на том этапе очень правильно подошла к этому вопросу. И мы тоже должны сделать выводы. Один миллион туристов – это миллиард долларов, которые приходят в экономику. Так считается. Это миллиард долларов в год. То есть, если в Грузии 3-4 миллиона туристов в год, кстати, из которых 78% из России, это означает, что страна получает 3-4 миллиарда долларов каждый год. Что-то для Молдовы означает? Я хочу напомнить, что мы от наших жителей, кто работает за рубежом, официально получаем где-то миллиард-полтора. Если мы смогли бы добиться привлечения не 4 миллиарда миллиона туристов, как Грузии, хотя бы одного миллиона. Это меняет полностью структуру нашей экономики. Что для этого нужно? Первое – это нужно другое отношение к туристам. Нельзя их останавливать, если у них российский паспорт в аэропорт. Слава Богу, мы эту проблему решили. Сейчас нет этой проблемы. Второе – нужно создать условия здесь внутри страны. Нужно инвестировать их в пространство. Мы дали эти возможности, когда снизили вот эти налоги для часть отрасли туристической. И оно начало развиваться. Нужно представлять нашу страну. Я хочу напомнить, в прошлом году мы организовали тур здесь для 50 туристических компаний из России. Они просто были в шоке. Какие хорошие условия здесь есть, есть возможность привозить туристов. Нужно открывать Молдову опять для российского туриста. Кстати, мы должны ориентироваться на всех туристов, конечно. Но потенциал очень большой российского туриста. Тем более на фоне того, что сейчас происходит с Грузией и между Россией. Мы можем сюда привлечь в этом году сотни тысяч, если не миллион, полтора. И это полностью поменяет структуру экономики. Не надо искать кредиты, гранты там и так далее. Нужно просто открыть страну для туристов. И поверьте, очень много из тех проблем, с которыми мы сталкиваемся, мы найдем решение. И по инфраструктуре, и по другим вещам. Ну и напоследок, я думаю, несколько слов нашим слушателям, тех кто смотрел, слушал, видел. У нас есть вопрос. И которые задавали очень много вопросов. Да, я, в первую очередь, вовремя вам спасибо за то, что у меня были такие вопросы. Все вопросы, которые мне говорят, по инфраструктурам, и по-на-класникам, которые не успеем, и не успеем. Я хочу вам спасибо за то, что мы говорим, что мы, Гуернет, Приму, 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 Приму. Я хочу сказать, что ситуация в Молдове изменилась в лучшую сторону. Если вы находитесь за границей, я думаю, что ваши близкие в Молдове вам могут подтвердить, что уже в Молдове дышится легче. Но наша задача, чтобы не только дышалось легче, но и жить было легче, и зарплату пенсии, чтобы были лучше. И чтобы было поменьше коррупции, дороги были хорошие. И мы работаем в этом направлении. Поверьте, я сделаю вместе с коллегами все возможное, чтобы эти качественные изменения почувствовал каждый гражданин Республики Молдов. Это моя задача как президента. И я уверен, что мы справимся. Спасибо большое за поддержку. Спасибо большое. И до скорых встреч. Ну, нужно подумать, где мы будем проводить следующий эфир. Я думаю, что его нужно будет в сентябре. Я говорил, что в Садово были. А мы были в Садово. В Садово. В виноград не собирали. В Кудреце мы проводили. В Холерканах давайте проведем. Как скажете, Глеб Николаевич. В Холерканах у нас не было прямого эфира в Одноклассе. Поэтому следующий прямой эфир будет на берегу Днестра в Холерканах. Государственная резиденция. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.